Лекция на тему действия причес. Всем агентам быстро и собрано прибыть в офис. Это номер один. Номер два. Взять бронежилет, оружие, маски, тайзера и объекты, а также, если должность позволяет, одеть спецформу ФБР SWAT Teams. Номер три. Распределить обязанности сотрудников ФБР и быстро назначить точку сбора для всего МЮ. Разрешается нескольким сотрудникам надеть маскировку для работы под прикрытием и сбора информации. Номер четыре. Вызвать медиков к точке сбора. По приезду провести краткий брифинг. Это уже номер пять был. Номер шесть. Направиться к месту инцидента, используя транспортные средства ФБР и, по возможности, вертолет. Номер семь. Ни в коем случае не начинать штурм, не зная, какова численность преступников. Номер восемь. Если есть заложники, нужно идти на переговоры с террористами. Номер девять. При наличии низкой боеспособности преступной группировки, выражающей в израсходованном боезапасе, подавлении и безысходности, необходимо предпринимать попытки взять преступников живыми. Номер десять. Открывать огонь по преступнику разрешено только в том случае, когда преступники открывают огонь по вам. Номер одиннадцать. Разрешено использовать тайзеры, если вы стоите сбоку от преступника, или преступник стоит спиной к вам, либо он не держит в руках оружие. Номер двенадцать. Тайзер применяется исключительно для того, чтобы избежать большого количества человеческих жертв, а также для поимки и допроса особо опасных преступников-террористов. Номер четырнадцать. А нет, номер тринадцать. Если преступники заложили бомбу, цель номер один — обезвредить ее всеми силами. При случае, если гражданские лица в заложниках, цель номер один — освободить заложенную мирным путем. Номер четырнадцать. Если силы неравны, разрешают запросить помощи у Министерства обороны. Номер пятнадцать. После устранения чест необходимо поймать и привезти террориста в офис для допроса. Заложников необходимо передать ДЗ, Департамент здравоохранения, для оказания им помощи при необходимости. После чего приступить к сбору улик на террористов. Продолжение следует...